Я когда-то мечтал о такой тачке, ну, лет, наверное, 10 назад. И прямо даже искал, когда жизнь еще не ударила меня об хуй, как говорится. Аптуарект, имеешь в виду? Да нет, еще до этого. Аптуарект вообще жестоко был. Так, а как нам зеркала отрегулировать? Есть проблема, в них попала вода и... И теперь их надо тоже менять, такая ситуация. Где-то разгончик у нас секунд 8 должен быть до сотки. Ну, это сейчас состояние, кажется, зависит. Ну, двигатель я поменял буквально недавно. Ты двигатель поменял, да? Ты жесткий. Да, я заказывал в Японии, очень долго искал этот двигатель. На самом деле, проблема... Чего ты ЛУЗ-это сюда поставил? Нет, нет, обычно. Когда я сначала ее купил, слава богу, что я вообще с Краснодара доехал до Санкт-Петербурга. Когда я до сюда доехал, у меня я затраил двигатель. В итоге нужно было поменять катушки, перепаять блок, поменять свечи. В итоге встало это 45 тысяч. То есть только приехал... Кошмар! Сначала ТО-46, потом я приехал, у меня затраил двигатель 45. В итоге потом, пока я покатался некоторое время, у меня встал двигатель, я заглок и не заводился. Я стоял на Дворцовой площади, мы его заводили-заводили. Я думаю, до ТАЛа прям заводил. Думаю, сука, заводись. И он ни в какую не заводился. Я заводил до такого состояния, что он просто перестал крутиться. Он перестал крутиться, и тут-то я понял, что пора вызывать эвакуатор. Ну что ж, пока цены на данный автомобиль на бушном рынке стремятся к нулю, мы продолжаем кататься по Петербургу. Но потому что как бы серьезно. А то, что мы едем вот здесь, это нормально, да? Вообще за автобусом что-то мы херовы, честно говоря, по-моему, едем. Почему? Так там везде две полосы. Тут у нас автобусная линия, где-то, не знаю, тут она, главное, чтобы она здесь не была. Ну, по-моему, это она и есть. То есть одна полоса автобусная? Буква там не написана? Написана. Ну, а если ты что пришлешь, там штрафы платим. И тоже не прошло, и несколько дней, когда я поменял двигатель, еду, и прямо на пешеходном переходе у меня перестала машина ехать. То есть я думаю, что такое, и пешеходный переход, метро Пионерская, много народу, просто реально там огромный толп выходит. И мне уже стучат с двух сторон люди, и такие говорят, у тебя там что-то бежит. Я выхожу и смотрю, что у меня просто там лужа всего. И по итогу оказалось, что у меня пробило трубку охлаждения коробки. Это замена масла, это только 21 рубль, только замена масла со всеми прокладками, со всеми делами. Замена радиатора, замена трубок, которые идут к радиатору. Ну, там еще какие-то нюансы, когда мне до этого вкинули мотор, оказалось, что у него просто как будто вот так вот с расстояния закинули. И теперь у всех, кто смотрит это видео, возникает вопрос, с кем ты нахуй работаешь? Я думаю, что он входит, давай пацаны ведут с ними, давай пацаны ведут. Все, номер телефона, за штурм, за молевой лед. Все, пацаны, давайте, все, удачи, сдай ко мне потом карабас отправить. И все, надо. А, ох, правда? Да. Я такое первый раз вижу. Ёбаный театр, как сказал бы отец Шибора. Охуеть. Братан, вот ты просто так, короче, не представляешь, как тут сидеть круто. Да? Вот тут все, что вокруг тебя, оно все очень приятно. И ты такой, то сюда, я видел, то сначала вот так поехал, то вот так, то вот так, то вот так. И мне всяко-разно хочется покататься. Пытался на ней дрифтить, потому что, ну, вот я считаю, что машина все равно должна ехать боком, она на боком, ей как-то скучно. Слишком пока она, ну, за ворота, конечно, заваливается. И тоже почитал на форумах то, что может отрыгнуть коробку. Да потому что вот такие, как ты, блядь, вот машина должна ехать боком, блядь, задрочили ее за 15 лет. Она тяжелая, братан, для того, чтобы я наехала боком, блядь. Нет, смотри, просто есть люди, кто ее задрачит и ничего не делают. Я же все равно уже рассчитываю на то, что есть... Ну да, ты по ляму вкинул, тебе можно и поразвлекаться, да? Ну, как бы я просто рассчитываю на это, что покататься, в принципе, можно. Нет, но он за это платит, понимаешь? Ну да, да, да. Блядь, просто постоянно едет с поворотником, нахуй, это вообще... А здесь ебало, хоть бьют кому-нибудь? Ну, здесь, ну да, пока ситуаций таких не было. Пора начинать, я типа, ну, это... Пацаны, и 13% девчонок, вот кто смотрит, вот поверьте мне, происходило бы это все в Красноярске, я бы уже 10 раз забибикал до смерти человека, блядь, уже бы вышел бы поговорил. Мне кажется, нас дядя Костя заругает, что мы так по его городу ездим. Где он, блядь, дай мне с ним поговорить. Слушай, ну, Питер чем-то напоминает питерские гонки, чем-то напоминают красноярские гонки, то есть, ну, вуу, уу, все. Все понятно. Короче, не, ребят, кто хотел такую тачку покупать и досмотрел до этого момента, все кардинально меняется, берите. Ну, это же, ну, это хорошо. Может, переменуемся в Михеев Павлов, берите. пацаны 13 процентов девчонок это игорь игорь здорово игорь купил себе это целая за 500 тысяч 500 тысяч кинул как вы назовете игоря я не подозреваю даже как меня называли до в тот момент у меня такая же история так у тебя 500 500 у меня 400 и 400 было то есть мы максимально с тобой близко она красивая и мы ее прямо отсюда потихонечку в гараж мечты и заносит это михеев и павлов прямо из питера кость сейчас отъедем увидимся там мы сейчас пока катались стоит флешка понял ностальгическая музыка из 90-х невероятная и наклынули слова классика примадонны нашей эстрады получается жил-был художник один он рисовал автоваз много хуйни начертил чем раздосали надевал нас восемь тысяч восемь тысяч восемь тысяч лад надежд на хуя же мужик сделал ты такая нормально хорошая мне недавно кусал ваза клещ но я просто подумал что людей которые покупали в тысячных годах вот такие тачки клещ не только куснул ну и прямо уебал еще с вертуки хорошенечко в голову потому что сделать такой отчаянный поступок но это прям надо было дофига дел всего восемь тысяч экземпляров и у нас сегодня один в руках я вот же на всем поездил на автовазе вообще на всем и никогда не думал что будет уникальная возможность покататься на ладе надежда лада надежда понимаешь так можно было назвать все тачки которые они выпускают уже есть на ютюбе видео которое называется надежда автоваза которая не оправдалась я думаю они все так называются что-то из этого 1.8 2002 год это дорестайлинговая версия да блять то есть был еще и рестайл понимаешь что именно благодаря данному автомобилю появилась лада вас 4 на 4 удлиненная версия удлиненная niva да да была короткая niva на вазе решили сделать минивэн взяли базу niva удлинили ее сделали этот минивэн а потом такие думают давай еще и длинную ниву заебашим чтобы вообще прям всех помнишь рафик да вот это между рафиком между газелью и еще между чем-то но это непонятно что такое здесь полный привод здесь есть понижайка здесь есть блокировка то есть это вообще на самом деле автомобиль потенциально был интересный не там еще в салоне просто пиздоворот событий самое интереснейшее я тебе говорю вы еще не заглядывали но там просто пушка для этого эксклюзивного автомобиля мы пригласили эксперта в области волжского автозавода это павел юрьевич павел юрьевич проходить пожалуйста я хозяин легендарной пятерки это одно из первых видео на нашем канале обязательно гляньте его человек который всю жизнь ездит на вас 20 05 первый раз видишь в живую да и как тебе я бы вздрагивал выходя из подъезда вот этой тачке от счастья наверное от счастья ну конечно куда уж хуже нет ты знал что она есть да но я ее в жизни никогда не видел это как это мифология паша когда подошел обратил внимание что на номерах написано на рамке мы верим в бога потому что только в бога и верить на таком автомобиле видишь спасателя будет легче тебе выковыривать из неё на проезд передавали а это брата бота да у нас состояние вообще просто пушка а тут ебанешься а здесь да но на рамке